Друзья, всем привет! Привет всем пользователям портала Drone.ru И прямо сейчас вы увидите сюжет, который может быть полезен всем тем, кто хочет купить новый автомобиль у официального дилера в кредит Не важно какой это автомобиль, не важно какая модель, марка, самое главное здесь покупка автомобиля в кредит Несмотря на то, что сейчас я нахожусь в парке, я основательно подготовился к этому сюжету Несколько дней назад я прокатился по официальным дилерам компании Ford Хотел автомобиль посмотреть в кредит 2, Ford Focus и Ford Mondeo Докладываю вам спокойно и оперативно, в общем сейчас все цифры у меня уже получены Если на первый год, только с франшизой минимальной, 15-20-30 тысяч максимум То есть в прошлый год того не могу делать? Нет, на второй-третий год можете угодно то делать Банк ВТБ, Екатерина, здравствуйте От чего она меня спасет? От потери работы, длительного больничного, за вас платят этот же самый... Вас спросите, как зовут? Вот это неправильно, вот я о чем, то есть так вот поступать не нужно Мы никому не делаем рекламу, мы никому не делаем антирекламу Задача этого ролика показать вам, что бывает, когда вы приходите к официальному дилеру за покупкой нового автомобиля в кредит Поэтому все те, кто потенциально готовы покупать машину в кредит, присаживайтесь поудобнее Для вас этот сюжет будет очень полезным Вы спросите, почему именно Форд? Да не почему, просто популярная марка и есть популярные модели Вот и все, никакой предвзятости компании нет, мы тоже самое можем записать и по другим брендам И вот сейчас нужно максимальное ваше внимание Моделируйте ситуацию на себе, что это вы или ваш друг или ваш родственник В выходной день отправляется к официальному дилеру, чтобы получить предварительный расчет по кредиту Где будет минимальный первоначальный взнос Я отправляюсь к дилеру номер один, где я рассмотрел два автомобиля Первый это Форд Фокус в комплектации по цене 1 миллион 250 тысяч рублей И второй автомобиль это Форд Мондео в комплектации по цене 2 миллиона 115 тысяч рублей Здрасте Хотел автомобиль посмотреть в кредит Два, Форд Фокус и Форд Мондео Нет, первый раз Сейчас, посмотри, ты свободен из кредитного отдела? Я хотел Фокус посчитать на 3 года кредит Ну какой там первоначальный взнос нужен И Мондео на 5 лет кредит Я просто ни разу не брал особо Вы же не можете, как там, мы сказали, предварительный расчет Ну да, просчитать примерно Ну, например, да, что я просто понимал, какие там платежи будут и так далее И все И я пойду Хорошо, ну что, сейчас прикинем В общем, сейчас все цифры у меня уже получены Пойдемте ко мне в автомобиль в спокойном режиме Изучим, что он нам предложил Все разговоры у официального дилера я записываю на диктофоны Я делал внутри салона подсъемы на свою маленькую камеру И поймите правильно, если я все это выложу последовательно, то ролик получится часа на полтора А полезные информации можно собрать из него в 20 минут Итак, пообщавшись с первым менеджером по продажам, он отправляет меня в кредитный отдел Что-то там они между собой шушукались Но факт следующий Он мне выказывает предварительный расчет, который можно назвать идеальным Почему? Вот покажи, пожалуйста Вот обратите внимание, друзья, вот эта шапка, это самое важное, когда вы приходите брать кредит То есть сумма автомобиля 1 миллион 251 тысяча рублей Минус 250 тысяч рублей предварительный расчет Дальше мы смотрим 12,5, это предварительно была маркетинговая ставка так называемая Реальная ставка будет 15,3% Что такое маркетинговая ставка? Ну я ее называю обычно так, что шарик лошарик пришел за одной, получил другую Но, ребята мне говорят, не переживай, все будет нормально Мы здесь сделаем, скажем так, субсидию Вот 40 тысяч рублей, это разница по процентам То есть, понимай, дали мне делать дополнительную скидку Дальше, вот они, дополнительные услуги Все по нолям, все различные ДОП-оборудование, страхование жизни Ну и все прочее, здесь все ноли, ноли, ноли Далее мне дают предварительный мой график платежей С равными платежами, где все реально честно и четко, скажем так То есть, если я подался бы на кредит И мне одобрили его по таким условиям Это было бы реально хорошее условие для кредитования Минимальный первоначальный взнос 20%, ставка 15,3% Никаких ДОП-продуктов, все Покупай автомобиль, катайся, плати Все те, кто скажут, что 15,3% Это хорошее условие, да ты что? Друзья, когда вы покупаете автомобиль по двум документам С минимальным первоначальным взносом По-честному ставка 15-16% Это реальность в нашей стране Если бы я обслуживался в этом банке, который меня кредитует Была бы там какая-то зарплатная карта Я бы принес справку 2 НДФЛ Тогда, возможно, ставка могла бы упасть Все те ставки, которые меньше 10% Это из серии, когда вы наоборот делаете первоначальный взнос 70% большой 30% вы берете в кредит на один год, например Вот тогда, да, вы можете получить ставку 3,9, 5,6, 7,9 В противном случае, как сейчас, 15-16% это реальность И та же самая картина произошла и с Ford Mondeo Все то же самое Минимальный первоначальный взнос и также честный кредит Но здесь есть одна тонкость Вот смотрите вам момент Значит, автомобиль стоит 2,115,000 рублей Но мы с менеджером, условно, мы с ним ошиблись Хотя он же профессионал, а не я Мы автомобиль рассчитали по цене 2,1,000,000 рублей Почему? Есть предложение от компании при кредитовании Минус 95,000 рублей подарок За счет чего он достигается? Если бы я выбрал график платежей с остаточным платежом Что это такое? 35 месяцев я условно плачу по 20,000 рублей И на 36 месяц мне нужно заплатить миллион рублей Это невыгодно Это невыгодно с точки зрения того, что вы больше переплатите по процентам Менеджер почему-то этого не заметил Отправил меня в кредитный отдел Меня рассчитали по программе со скидкой, но с равными платежами К чему я это? Если бы меня это все устроило Вроде бы как скидочка там практически 120,000 рублей Я бы пришел бы покупать автомобиль, подаваться на заявку Тут бы всплыл вопрос, что ой, извините, я ошибся И цена ошибки соточка А соточка, друзья, это существенно Это практически 6% от цены автомобиля И вот здесь вывод номер один Прежде чем отправляться к официальному дилеру за покупку автомобиля Вы должны в первую очередь самостоятельно изучить полностью сайт Комплектации, на каких основаниях, какие скидки дополнительно действуют Какие есть программы Только после этого вы приходите и все сверяете Я вот, например, в этот момент не владел информацией Распечатку, которую он мне дал Она была, скажем так, нехорошего качества Покажи, пожалуйста Вот здесь ничего не видно, что сверху написано Вот здесь что-то, ну, розничная цена, включая НДС Экономия, Форд, Кредит А здесь специальная цена рубли Ну, что такое специальная цена? Здесь написано с обратной стороны Но факт в том, что вот вам, пожалуйста Мы ошиблись на 100,000 рублей И вот, возможно, кто-то задастся вопросом Ну, раз тебе дилер рассчитал все честно Почему ты не хочешь назвать его имя? Да потому что все это предварительный расчет И никакой силы он не имеет Приехав подаваться на кредит Реально, сев за стол Могли полностью измениться все условия Могла измениться процентная ставка Могли измениться условия кредитования Так, например, банк бы сказал Мы вам одобрим, но нужно взять страхование жизни на 100,000 рублей Но все эти изменения вы всегда можете увидеть Вот именно в той шапке, которую я вам только что показывал В силу того, что я получил ту информацию, которую хотел Вышел из официального дилера номер один И решил, а почему бы мне не скататься к официальному дилеру номер два С регулярной периодичностью я поднимаю подобные темы Но все равно мне до сих пор прилетают письма от людей Которые рассчитывают, что где-то там им официальный дилер Сделает 400,000 рублей в скидку Если только он купит автомобиль в кредит Поймите правильно Никто вам при условии кредитования Просто так эти 400,000 дарить не будет Везде кроется свой подвох Потому что каждый официальный дилер хочет заработать Но наши официальные дилеры научились у кого? У перекупов, у серых дилеров Которые работают именно с кредитами Они увидели, как там ловко ребята С одной продажи зарабатывают по 400, по 500, по 700,000 рублей чистыми Эти мошеннические схемы на сегодняшний день Называются легальным и официальным обманом Потому что такие организации не нарушают ничего Они пользуются только лишь вашей юридической неграмотностью Что вы приходите Вам называют те цифры, которые вы хотите услышать Вы подписываетесь Но подписывайтесь под всеми условиями В которых вы остаетесь дураком Значит, для чистоты эксперимента Я заехал еще к одному дилеру Форд Спечатала по банку ВТБ Но, в принципе, условия по банкам достаточно схожи В чем разница? Бывает выше ставка, меньше финзащита Бывает меньше ставка, больше финзащиты В итоге мы выходим примерно на похожую сумму То есть, если будем подавать заявку В любом случае, будем подавать во все банки И вы потом просто выбираете условия Которые для вас наиболее приемлемы Отказ, если делать, то обязательно угон-татал? Нет Если на первый год, то только с франшизой минимальной 15-20-30 тысяч максимум То есть, просто угон-татал не выдел? Нет, на второй-третий год можете угон-татал делать Банк ВТБ, Екатерина, здравствуйте Екатерина, здравствуйте, скажите, пожалуйста Нахожусь сейчас у одного официального дилера в Москве Хочу купить автомобиль в кредит Но мне говорят, что при кредитовании через ваш банк Обязательно нужно сделать полную каску Либо с франшизой Хотя я вот хочу сделать только угон-татал Сейчас вам скажу, какие услуги по каске у нас предоставляются Да, каску вы можете оформить А можете и без каска, конечно же, оформить То есть, есть возможность, тебе в каске просто процент будет увеличен То есть, я вообще могу взять кредит, но не страховать автомобиль по каске? Да, все верно, просто ставка будет выше Я могу сделать просто угон-татал, если я хочу только угон-татал? Сейчас вам скажу, какие условия по каске Смотрите, банкам нашим какие-нибудь требованиям Это хищение и ущерб на условиях полной гибели То есть, могу я только вот таким риском по двум, правильно? Минимально застраховать? Да, да, конечно Я понял, все, спасибо большое, я это и хотел узнать У официального дилера номер два все разговоры были точно такие же Менеджер по продажам мне дал понять, что я знаю, чего я хочу, какие комплектации И он меня тут же отправил в кредитный отдел В кредитном отделе с девушкой я общался, наверное, минут 10 И вот здесь, обратите внимание, в процессе диалога, когда я с ней сел за столом Даже не заметил, как она упомянула про такое слово, как финзащита Прослушивая наш разговор на диктофоне Да, действительно, она это говорила Есть финзащита, которая может повлиять на процентную ставку В любом случае мы будем отправлять в разные банки решение принимать вам Что такое финзащита? Вы можете ответить на этот вопрос? Но обо всем по порядку В процессе диалога я не пытался показаться какой-то выскочкой То, что я все знаю Я просто ей сказал, первый раз хочу купить автомобиль Минимальный первоначальный взнос Какая сумма платежа меня устроит? Да любая Хотя, на самом деле, это очень важный вопрос Чуть позже я вам расскажу, почему В общем, она мне сделала два расчета на каждое из автомобилей После чего я вышел, присел к себе в машину и начал их изучать И в процессе изучения я подумал Вот как же круто у них это получается Как ловко они это могут сделать Что вроде бы улыбчивый человек, хороший менеджер Все добродушные, все открытые Но вот такая картина меня просто-напросто удивила Показываю Вот смотрите Давайте встанем сейчас, чтобы вам было видно Цена автомобиля 1 миллион 400 тысяч рублей Значит, это такая комплектация Мы выбрали комплектацию, скажем так, подороже Первоначальный взнос 20%, то есть 280 тысяч рублей По идее, я должен взять в кредит вот эту сумму 1 миллион 120 тысяч рублей Подставку 11,9 на 36 месяцев с равными платежами Но, обращаю ваше внимание, что здесь фигурирует еще одна цифра В 1 миллион 339 тысяч рублей А это, ребята, никак не прописано, что это такое Смотрите, сумма кредита Сумма кредита на ТС рублей То есть, одна сумма кредита, вторая сумма кредита Я вам объясняю Вот разница здесь 219 тысяч рублей Ну, практически 220 тысяч рублей И вот эти 220 тысяч рублей Так называемая финзащита Это был Ford Focus Дальше я открываю, начинаю изучать предложения по Ford Mondeo И здесь я просто фигел В силу того, что автомобиль еще дороже Его цена составляла 2 миллиона 115 тысяч рублей Показываю Вот, обращаю ваше внимание Такая же картина Минимальный первоначальный взнос 20%, 423 тысячи рублей И дальше опять идет какая-то сумма И ниже идет та сумма, которая, по идее, мне и нужна в долг 1 миллион 692 тысячи рублей Обращаю ваше внимание, что автомобиль Ford Mondeo я рассчитывал на 60 месяцев Ну, в силу того, что машина подороже Дольше буду платить и так далее Процентная ставка также 11,9 Разница составляет 418 тысяч рублей А вот сейчас просто вдумайтесь Машина стоит 2 миллиона 115 тысяч рублей Я прихожу, отдаю 423 тысячи рублей Как первоначальный взнос Мне дают ключи от автомобиля Я на нем выезжаю И выезжаю я еще с суммой долга В 2 миллиона 110 тысяч рублей То есть, я купил машину И за вычетом 5 тысяч рублей Я должен сумму 2 миллиона 110 тысяч Вы понимаете? Ты пришел за тачкой Ты выехал на ней Но ты отдал практически полляма И ты должен ровно столько, сколько она и стоит Это получилось у нас 418 тысяч рублей финзащита После того, как я это взвесила Думаю, ну блин, надо же сходить Спросить у человека, как он объяснить все это дело Девушка, вот я к вам приходила Да, вот Точнить хотела Смотрите, вот миллион 400 минус 20 процентов 280, правильно? Да И я в итоге, мы сумму кредита тут рассчитываем 1 миллион 339 тысяч рублей Это сумма кредита общая, да То есть, я с нее буду платить? Да Это раз И вот по Мондео то же самое То есть, у нас получается 2 миллиона 115 тысяч стоит машина Да Минус 420 тысяч И я беру 2 110 в долг Да А можно вашего ответственного Либо руководителя отдела продаж позвать? Какой вопрос у вас? У меня вопрос такой То, что я сейчас снимаю документальное расследование И вы мне один кредит подкнули 219 тысяч рублей Я вам расскажу, это банковские условия А я позвонил в банку вашу, вот ВТБ Я у них спрашиваю А можно сделать автомобиль купить И застраховать каску, угон, тотал? Он говорит, да, можно Я говорю, а можно я вообще не буду страховать автомобиль? Он говорит, да, можно Просто процентная ставка поднимется Процентная ставка будет выше 15 Но вы мне сказали то, что я должен сделать полную каску Я вам не сказала про полную каску Я вам сказала еще с франшизой Да, с франшизой, да А то, что я могу не страховаться Но проценты изменятся Вы мне не сказали И вот самое главное, что вы мне Не сказали, что это за цифра Это 219 тысяч Это за что? Я вам расскажу Нет, а вы почему сразу не рассказали? Ну, вы схватили бумажки и ушли Давайте тоже запишем разговор Так я весь разговор-то записал Мы же с вами поговорили и сказали Вот, пожалуйста Ну, ваш счет поедите? И все, и я сказал Ну, я пошел Вы же мне не сказали, что постойте Давайте я вам поясню Можно позвать вашего руководителя? Я просто у него хочу спросить Почему так происходит? Почему не заставляют? Он же все рассказывает сразу С первого раза Он не отвечает за делом кредита страховой Да, то есть непосредственно Вот эти цифры, которые были Это у нас что получается? Страхование жизни или что? Там финансовая защита Беремость и коммунистерность автомобиля Финансовая защита банковская Если вы отказываетесь От этого добровольного страхования То есть наставка повышается Наставка повышается Но это все на добровольной основе Конечно Вы должны запомнить Когда вам включать Какие-то дополнительные услуги в кредит Так называемые Вот это финзащита Вам должны разжевать Что это такое И зачем вам это нужно Вернувшись к девушке Я у нее спросил Что это такое Она говорит Ну как финзащита Ну там это габ Ну страхование жизни Поймите правильно Габ это одно Страхование жизни Это другое Финзащита Это третье Она естественно Попыталась мне объяснить Что это очень нужно Но на самом деле Друзья Страхование жизни Она нахрен никому не нужно Вот многие скажут Ну как же А вот если взрослый человек Берет кредит И вдруг Не дай бог Он умрет Были уже такие ситуации Два человека Мне с нашей стороны Писало Что попали в такую ситуацию Когда умер человек Они пытались доказать банку Что вот У него уже было Было страхование жизни А там получается Так по документам Что что-то он То ли нарушил То ли не так сделал В итоге Долг с них требуют Они сейчас судятся Чем закончится дело Никому пока не известно И сюда же хочу добавить У меня нет никакого желания Никакой задачи Доставать камеру Тыкать там девушке В лицо Говорит Как вы смеете Меня обмануть Бегать Искать их старшего По салону Поднимать там панику Говорит Вот смотрите Здесь обман какой-то Происходит мошенничество На самом деле Это нельзя назвать Мошенничеством Условно Потому что Это по закону Разрешено Хотя в законе Сейчас Насколько я знаю Какие-то есть Там легкие поправки Где Их обязывают Все дополнительные услуги Вам разжевывают То есть Не должно быть такого Что ты вышел из салона А тебе ничего На самом деле Не рассказывали Ну я вас понимаю Крайний риск Если я не дай бог умру Мне будет поливать На этот кредит Абсолютно Мы хотим низкую ставку По кредиту Чтобы получить Это низкую ставку Соответственно Финансовая защита банка Стоит заложен Вопрос Я вам это говорил Что я хочу получить Низкую ставку По кредиту А почему Мне не сказали сразу Вот это неправильно Вот я о чем То есть Так вот поступать Не нужно То есть По каждому пункту Она обязана пройтись В любом случае Я хочу донести До вас Одну мысль Когда вы вдруг Не дай бог Оказываетесь В подобной ситуации Не нужно спорить С менеджером кредитного отдела Это всего лишь Человек Наемный работник Который приходит Туда за зарплатой Над ним стоит Высший человек Да Там управляющий его Он тоже наемный работник Ему он пинка По джопу дадут И он завтра будет По улице Хоть искать новую работу Те люди Которые придумывают Вот эти дополнительные продукты Как заработать На клиентах Которые приходят Взять денег Так-то под процент Нужно же еще Что туда накидать Мы их с вами Никогда не увидим В лучшем случае Это вот кто-то там Проезжающий На мерседесе В пробочке На заднем сиденье За рулем Какого-то Порша Это топ-менеджеры Которые очень много Зарабатывают денег Почему? Их основная задача Высасывать с нас бабки Как в магазине Ты зашел покупать брюки Тебе к брюкам Предлагают ремень Предлагают носки Предлагают туфли То есть нужно увеличивать продажи Чем больше ты продал Тем больше ты заработал То же самое и здесь Поэтому спорить с ней Нет абсолютно никакого смысла Ей поставили задачу Нужно продавать до продукта Она это пытается делать Какая сумма платежа вас устраивает Это на самом деле Очень хитрый ход Потому что Когда человек сидит У него программа открыта Он там забивает данные Он тебя спрашивает Сколько вы готов платить Ты говоришь Ну 1025 в месяц По честный процент Она видит Что например Сумма платежа Будет 21 тысяча рублей Она ставит галочку Страхование жизни Например 87 тысяч на весь период Оп Ваш процент Ваш процент С 21 тысячи Увеличился на 22 500 В любом случае Для вас Это сумма проходная И я ранее Уже интересовался Задавал вопрос Менеджерам Других кредитных отделов Вот если придет 10 человек Покупать машину в кредит Сколько из них Согласится на условия Вот ваши Которые вы называете Страхованием жизни Из 10 человек 8 человек Подпишутся на то Что им предлагает менеджер Потому что Людей в первую очередь Интересует Только ежемесячный платеж Вот человек держит Для себя в голове То что я могу В месяц платить 25 тысяч Ему сделают платеж 25 тысяч Что то что он хотел А в реале Он должен платить За свой кредит 20 тысяч рублей И приближаясь К логическому завершению Я хочу затронуть Еще одну важную тему Очень часто люди Ошибаются Путем простой математики Вот смотрите Мы приходим Брать допустим Миллион рублей в долг Нам банк говорит Вот если вы возьмете Без страхования жизни Безо всего Вам ставка будет 16 Процентов С этого миллиона Вы переплатите Ну допустим 300 тысяч рублей За год А вот если вы возьмете Со страхованием жизни Или там по специальной программе По нашей Вы можете получить Ставку 11,9 И вы переплатите 250 тысяч рублей Но здесь дураку понятно Как бы да Что 11,9 Ставка ниже Переплата 250 тысяч Тоже ниже 50 тысяч ты экономишь Но они удают От вас Очень важный момент Что чтобы получить Эту ставку Вы должны подписаться На доппродукт Который будет допустим 150 тысяч рублей И он уже будет Включен в тело кредита То есть Вы будете Переплачивать По процентам С суммы В 1 миллион 150 тысяч рублей Это то самое О чем я вам сейчас Показывал Когда ты должен взять Миллион 500 А ты берешь Миллион 800 Поэтому здесь Вы должны быть Максимально внимательно Друзья Вы досмотрели Данный видеоролик До конца И поэтому Нам нужно Сделать выводы Я вам на своем Примере показал Как выглядит Предварительный Честный расчет По кредиту Я вам на своем Примере показал Как можно зайти К официальному дилеру И условно Нарваться На огромные деньги По переплатам За непонятно что Обязательно Изучайте Все шапки Которые вам Дают на подпись Если берете кредит Знайте Вас всегда Пытаются обмануть Вот так и держите Это в голове Потому что Банки Все хотят На вас заработать Никто не хочет Вам делать Огромные скидки Просто за то Что вы взяли кредит Поэтому изучайте Вопрос от и до Обязательно Поделитесь этим Видеороликом С вашими друзьями Потому что 20-25 минут Просмотра Может сэкономить Солидные деньги Которые они зарабатывают Полгода Год и более Подписывайтесь На наш канал Подписывайтесь На инстаграм Нашего канала Высказывайте Ваше мнение В комментарии Ставьте лайки Ставьте дизлайки У меня на этом Пока что все Но мы обязательно Будем продолжать Снимать подобные Видеосюжеты До новых встреч Всем пока-пока